Ремонт крыши фасадов многоэтажек будут проводить за счет местных властей, а еще жильцам помогут с капитальным ремонтом и заменой лифтов. Новый закон о ЖКХ североказахстанцам сегодня разъясняли сенаторы. Об оправках расскажет Айгирий Мукашева. Принятие закона о статусе педагога, поддержке многодетных семей, изменении о выплатах адресной социальной помощи. С начала года в стране произошло немало изменений в законодательстве. Самые обсуждаемые поправки касаются сферы ЖКХ. Один дом, одно объединение, один счет. По такому принципу должны работать объединения собственников квартир. Реформа должна устранить главную проблему КСК – непрозрачность. Пока законопроект обсуждался, битвы были настоящие по этой части, потому что речь идет об отмене КСК. Но в работе КСК есть, конечно, проблемы, связанные с непрозрачностью расходов. Все же настоял на том, чтобы на три года перенесли ликвидацию КСК. Я думаю, это верно. Потому что нельзя прямо с кондачка сегодня закрыть КСК и завтра открыть новые юридические или не юридические лица. И наше предложение принято. Но в стране немало собственников квартир, которые, услышав о ликвидации КСК, перестали платить по счетам. Да и в общем, на капитальный ремонт подъездов люди скидываются неохотно. Кто-то просто не хочет, а для кого-то это сильно дорого. Новый закон о ЖКХ должен помочь решить этот вопрос. Жильцам нужно будет собрать только половину от суммы расходов. Вторая половина будет выделяться банками под 2% годовых до 15 лет. В среднем предполагают, что это будет около 2-3 тысяч дополнительных расходов при погашении кредита. При этом хочу сказать, что ремонт крыш и ремонт фасадов будет проводить Акимат за счет своих средств. Как и разрабатывать ПСД на капитальный ремонт. Помогут и с заменой лифтов. Для нашего региона проблема актуальная. Порядка 170 подъемников нуждаются в замене. Но ездить на новом лифте удовольствие не из дешевых. Обойдется оно в 10 миллионов тенге. По новому закону ПСД на него делают местные власти и дают половину суммы в долг. Такая практика уже хорошо себя зарекомендовала в столице, говорят сенаторы. Кстати, к ним североказахстанцы обращались с разными вопросами. Например, животноводов волнует работа ветеринарных служб. Многие ветеринары ко мне обращались, что совершенно неправильно работает ветеринарная служба. Она так и работала. Республиканская работала сама по себе, областная сама и районная сама по себе. Никто никому не подчинялся. Сегодня полностью контрольно-надзорные функции изымаются из местных органов власти. Они не нужны. Они передаются в республику. Будущее АПК за наук. Ее в этом году тоже поддержат. Хозяйством, которые будут внедрять новшества, проводить успешные эксперименты, возместят 80% затрат. Это должно дать большой толчок развитию агронауки. Обсудили североказахстанцы с сенаторами новый закон о статусе педагога. Зарплата выше чести, достоинства под защитой. Учителя школы, воспитатели детских садов довольны. А вот тех, кто дает знания в вузах, вниманием обошли, говорит доцент местной альмаматры Губахша Мусабаева. Ранее об этом сенатору Ольге Перепечиной сообщали и в военном институте. К сожалению, в городе Петропавловск, когда преподаватель высшего учебного заведения, ставка у него 65 тысяч в тенге, готовит специалистов для обороны, чувство патриотизма воспитывает в наших детях, которые будут в дальнейшем давать образование нашим курсантам, ребятам, которые служат в армии. За такие деньги действительно, при таком своем статусе, очень сложно добрые вещи носить. Сенатор Ольга Перепечина отметила, что этот вопрос обязательно возьмут на контроль и доведут до Министерства образования и науки. Агири Мукашева, Эльмирас Адвакасова, Рустам Тлиужанов, Новости МТРК.